МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире «Город сегодня». Здравствуйте! Октюбинцы нередко жалуются на качество продуктов и товаров. Сейчас по большей части на страницах социальных сетей. То тараканов в магазине снимут, то йогурт с плесенью, то просроченные продукты. И там же спрашивают, куда жаловаться. Из недавних – колбаса, в которой, по словам покупателя, найдены перья. Молоко и кефир местного производства не устраивают тем, что иногда густое и жирное, а иногда вроде разбавленное. Может, от смены зависит, предполагают авторы комментариев. Чаще всего подобные претензии попадают в Департамент охраны общественного здоровья, который включает и функции бывшей СЭС, и еще целый ряд направлений. Так, в контрольно-надзорные функции входит и профилактика различных заболеваний, и проверки предприятий, вакцинация, запреты на ввоз и распространение опасной продукции, продажи лекарств и БАДов и многое другое. Информация о работе Комитета по охране общественного здоровья и всех его подразделений содержится в интернет-ресурсе. Там же можно написать жалобу или обращение. В нашей студии руководитель Департамента общественного здоровья Актюбинской области Нурсулу Беркенбаева. Нурсулу Алтынбековну, добрый день. Добрый день. Ну, у вас так много функций, более 30, как я увидела на сайте. Из этих функций можно выделить какие-то главные или все равнозначные? Ну, конечно, все функции, которые предначертаны, все, конечно, главные. Но основные, конечно, я скажу, это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, укрепление охраны здоровья населения и контроль за качеством оказываемых медицинских услуг. Это вторая большая такая функция. Она передана нам в 2017 году, в апреле. В связи с реализацией государственной программы Денсаук был создан комитет охраны общественного здоровья на базе комитета санитарно-эпидемиологического надзора. Ну, здоровье наше зависит от очень многих факторов. И очень часто мы слышим жалобы, ну, зимой, конечно, это меньше, а в летний сезон это гораздо больше. Ахтюбинцы жалуются на качество воздуха. Сколько сейчас постов, которые мониторят его состояние? Конечно, один из неблагополучных по атмосферному воздуху является, конечно, областной центр. Это город Ахтюбе. И по городу Ахтюбе у нас 19 контрольных точек, которые расположены во всех... Ну, то есть во всех частях города. Во всех частях города все микрорайоны, все жилые массивы мы, конечно, охватили. И насколько часто вы мониторите? Данный мониторинг за атмосферным воздухом проходит в осенние, летние и весенние периоды. В такой, значит... Ну, именно тогда, когда больше всего народу жалуется. Да. Вы замечаете отклонения и куда их передаете? Есть. Есть это проблемы, конечно. У нас в 2017 году несоответствие проб по лабораторным исследованиям были по окиси углерода и сероводороду. Естественно, все превышения предельно допустимых концентраций лабораторных исследований передаются в местные исполнительные органы. Затем непосредственно, кто больше занимается этим вопросом, это в департамент экологии. И свои рекомендательные письма мы отправляем. Конечно, для каждой семьи, в первую очередь, главная забота – это дети. На этой неделе очень много обсуждали передачу детских садов из государственной собственности в частную. И родителей волнует вопрос питания, обеспечения порядка, конечно, но и питания. Вы следите за тем, как устроено питание школьников и детей в детских садах? Нормативно-правовые документы для частных и государственных едины. Поэтому эти объекты являются высокой степени значимости, эпидемиологической значимости. Поэтому они проверяются нами два раза в год, согласно особого порядка. И организация питания тоже входит в круг функций, которые мы проверяем. Конечно, два раза в год, вы знаете, это не так часто получается. Поэтому, и еще, когда проверяем по особому порядку, мы за месяц уведомляем данное учреждение. Так что можно предположить, что не так много нарушений. Жалоб обращений, к сожалению, за 2017 год, за отчетный период, не поступало по организации питания. Конечно, я хотела бы родителям, мамочкам, чтобы они почаще обращались, если какие-то факты видят нарушения в этом же детском дошкольном учреждении, куда приводят своих детей. Но мамочки сейчас чаще жалуются в социальных сетях, а вы реагируете на те замечания, которые там есть? По соцсетям мы, конечно, реагируем, готовим, опять же, согласно откликов соцсетей, мы не можем открыть акт назначения проверки и проверить. Конечно, для этого нужно... Личное обращение, да? Письменное обращение, но это не обязательно наручным приносить нам письмо, можно в электронной почте отправить. То есть можно и через ваш сайт обратиться, да? Да, обратиться через наш сайт, но, конечно, не анонимно, конкретно указать свою фамилию, имя, отчество и домашний адрес. Компактные данные обязательно, да, обязательно. Мы, конечно, на такие обращения и заявления мы оперативно реагируем, принимаем соответствующие меры. Но то же самое касается и пищевой продукции, да? Недавно на пресс-конференции вы говорили, что вы более двух тысяч проб брали, и то, что продается, и то, что делается в организациях общепита, проверяли это все. Ну, часто бывает, что люди просто фотографии выставляют в интернете. И что касается наших колбасных, молочных производств, там существуют какие-то ГОСТы, которые вы проверяете, или тоже только по жалобам? В поддержку предпринимательства сейчас все делается, чтобы поменьше было административных барьеров предпринимателей. Но, с одной стороны, им хорошо, а вот потребителю, который жалуется потом на качество... Да, в связи с этим многие наши полномочия сократили, да. Вот объекты торговли, в том числе оптовая, розничная торговля, рынки, предприятия общественного питания до 50 посадочных мест, они у нас выпали из особого порядка. Туда мы не можем пойти проверить по особому порядку, мы только можем туда пойти, если нам поступило заявление, обращение, или, не дай бог, экстренное извещение, если кто-то отравился. Что касается лекарственного обеспечения, ну, мы не будем говорить о лекарствах, этим занимается фармконтроль, но люди часто путают лекарства и биологические добавки. Вот БАДы сейчас передали в ваше ведомство, да? Ну, биологически активные добавки, это, конечно, это не лекарство. Сейчас оно очень часто, во-первых, и рекламируется, и реализуется через аптечные сети, бывает и через торговую сеть. Но самое главное, покупатель, потребитель должен знать, что у каждого БАДа должно быть свидетельство о государственной регистрации. Наша казахстанская свидетельство? Наша казахстанская свидетельство о государственной регистрации. А если это сертификат ЕС? Нет, должно быть свидетельство о государственной регистрации. Если данный, это имеет любой покупатель, потребитель, при покупке запросить данный документ. Если этого документа нет, то данный продукт уже попал. То есть, соответственно, за качество уже никто не отвечает? Да, да. Поэтому тоже по данному факту, если такие факты наши покупатели, наши жители обнаруживают в торговых сетях или в аптеках, тоже смело имеют право обращаться к нам. Часто ли актюбинцы обращаются к нам? Я бы сказала, если в сравнении с 2016 и 2017 год, то у нас количество обращений и жалоб незначительно сократилось. По соцсетям нам сложно... Каждая проверка регистрируется в органах прокуратуры. Это все знают. Поэтому в соцсети мы не можем приложить как доказательство. А для этого нужно обязательно обращение заявлений. Ну, я думаю, что мы таким образом с вами стимулируем людей, чтобы они не столько жаловались и писали все, что думают в социальных сетях, а все-таки обращались в компетентные органы. Конечно, конечно. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. Вам тоже всего хорошего. Мы охватили очень малую часть тех вопросов, которые можно задать Департаменту общественного здоровья. Все, что осталось за рамками программы, вместе с вами будем выяснять у специалистов. Пишите на страницах Рика ТВ, в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте. Ждем ваших вопросов, а также мнений. Делитесь на наших страницах. Это был Город сегодня и я, Марина Васильева. Редактор субтитров А.Семкин